Акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова Для того, чтобы показать всей Украине и всему миру, что Одесса вместе с Сенцовым Конфликт вокруг сельхозполей в Градыницах начался с поджогов и продолжился стрельбой Женщину с детьми выселяют из собственной квартиры Около 10 парней спортивного телосложения срезали замки и ворвались в квартиру к женщине с двумя детьми В море в районе скалодрома на трассе здоровья нашли тело мужчины, погибшему на вид около 40 лет Его обнаружили под водой, на нем находилась сумка с камнями Предварительно на теле мужчины признаков насильственной смерти не выявили Одна из основных версий правоохранителей самоубийства В Одессе прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова Которого российский суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Его обвиняют в подготовке терактов в Крыму Участники акции на Потемкинской лестнице развернули баннеры, били в барабан и выкрикивали слоганы Затем зажгли фаеры В акции приняли участие около двух сотен людей Для того, чтобы показать всей Украине и всему миру, что Одесса вместе с Сенцовыми Одесса также очень переживает за всех своих соотечественников И мы их поддерживаем, потому что на самом деле они платят своей свободой за право быть украинцем Сельскохозяйственный бизнес, рэкеты, стрельба, так вкратце описывают поджоги, драки и стрельбу Участники конфликта вокруг сельскохозяйственных полей в Граденицах Кто из кто в сельхозразборках узнавал Александр Кац, ему слово Разговор между жителями села Граденицы и депутатом облсовета, руководителем аграрного предприятия Виталием Разумовым обернулся стрельбой Задавали свои вопросы личные по земельным проблемам Как бы там пои есть, там кого-то полтора гектара, кого-то три гектара земли И получают уравниловка, как бы, почему так? Мне дают рубанку, от чего даже крысы сдох, 20 минут, и говорят Идем, там стреляют, стоишь внизу стреляют, идем вниз Меня, вот, дробь единица У меня руки трусятся, дрожат, смотрите, патриот, 36 грамм навеска, единица, вы что? Это что, война или что? Спустились вниз, здесь вот такое творилось И мы начали разборонять, как бы, им говорят, положите пацаны оружие, мы же не вооружены Так поговорим А тут один из них взял баллон газа, сразу лупанул у меня первый по глазам Там протер, вышел, сюда вроде все утихло Спустился господин разом Во время конфликта сотрудники охранной фирмы начали стрелять в воздух и над головами, говорят местные После этого толпа разошлась Спустя 10 дней после конфликта полиция читалась о ситуации на встрече с главой райадминистрации Сначала по прибытию группы там не было у кого что запитать Все люди, которые были участниками, разошлись и в телефонной разговоре мы со всеми переспеливались На данный час нами доследование видеозаписов, нами установлены особи, проводятся допыти, призначаются соответствующие экспертизы В районной администрации прошла еще одна встреча местных жителей с Виталием Разумовым Теперь с участием председателя райсовета общественников и предпринимателей Уже без драк и стрельбы Здесь вновь обсуждали бытовые вопросы, связанные с использованием сельскохозяйственных паев Почему дороги убиваются, реально, вокруг села, выехать нельзя, вообще ни в какую сторону, ни в Лиманской, ни в Убилях А фирма, я понимаю, комбайны, технику вы не будете посылать через, по воздуху Но вы могли бы, если вы с вашей техникой ездите по этим дорогам, хотя бы их отдать хотя бы Я же не могу делать пострадание, то пострадание дороги Мы не разрушаем закон, мы грузим 20, там сколько, машины грузят 40 тонн в площади Все машины ездят без перегруза Это то, что вы говорите за дороги, это техника, которая сжигает вагоны, соляры Вагоны, не один бензовоз, а вагоны за сезон И в этих вагонах сидит ремонт дорог, ребята, это не к нему, не к такому, как я А вот председатель сельского совета Градениц согласен с проблемой социальной ответственности бизнеса Есть, но не такая, как хотелось бы, даже по отношению к дорогам Вот это, конечно, можно было бы... Он принимает активное участие в помощи, в среде дорог, в жизни действительно поселкового совета? В жизни поселкового совета иногда принимает в плане проведения мероприятий различных В каком объеме? В достаточном или вы считаете, что мало? Думаю, что мало Даже не я так считаю По словам депутата облсовета, которому принадлежит сельскохозяйственное предприятие «Колос» Его бизнес под угрозой рэкета, а местные жители якобы имеют отношение к криминалитету Криминальный авторитет Ляма, Рожко Александр Николаевич, который хочет отжать у меня 50% бизнеса Началось поджог от насосной, потом был поджог поля, потом угроза людям и потом провокация Вон там было, вон они все эти люди стоят, их там 12 человек У них у всех ко мне претензии Вот они предъявляли, что там маленькая зарплата, мало на там плачу за парень Еще там куча всяких непонятных проблем Потом на улице появился Ляма, который начал провоцировать охранную фирму В свою очередь, односельчане отрицают свою причастность к бизнес-разборкам Людей много недовольных Просто как бы они не сильно хотят официровать это И не сильно хотят озвучивать это Ну, некоторые боятся, некоторые просто не до этого Есть сейчас сезон урожая, надо убирать все дома Все заняты своими бытовыми проблемами Мы бы хотели, чтобы вот эти все проблемы, которые озвучены О дороге, о паях и о всем основном О выезде в поле после 7 часов, в которой нельзя выезжать в очередь в поля Мы бы хотели, чтобы разум решил эти все проблемы Стороны конфликта вместе с общественниками и районной администрацией Пока что договорились решать ситуацию мирно В течение двух недель провести комиссию по правопорядку И вынести вопрос на внеочередную сессию Здесь люди четкие, свои какие-то претензии Даже не претензии, они пришли с вопросом к депутату областного совета Они сказали о том, что уровниловка раз О том, что убиваются дороги два И о том, что нужно помогать больше Подобная ситуация типичная практически для всех населенных пунктов Одесской области Потому что с точностью практически там захваты урожая Там рейдерские захваты К примеру, недавно в Измаильском районе на острове Киселица Из-за урожая подрались две группы фермеров Здесь в результате конфликта пострадал депутат облсовета Анатолий Чередниченко А в Подольском районе в селе Станиславка Лишь с помощью полиции удалось приостановить конфликт вокруг сбора урожая Между двумя предприятиями На время работы сельхозтехники на полях дежурят два наряда оперативного реагирования Александр Кац, Евгений Очменцев, Седьмой канал Еще о разборках Теперь уже за квадратные метры жилплощадь Около десяти мужчин спортивного телосложения Заявились к женщине домой Заявили, что ее жилье больше ей не принадлежит Парни, которые назвались представителями нового собственника Почти сутки удерживали хозяйку и ее детей Как разрешился квартирный вопрос И насколько такое явление стало системным Разбиралась Екатерина Банкова Почти сутки женщина с двумя детьми находилась у себя дома в компании молодых людей спортивного телосложения Последние пришли без приглашения, но с претензией на жилплощадь Мол, из-за невыплаченного кредита квартира Ирины перешла в собственность третьих лиц И она обязана ее освободить Вот только дверь в тамбур и в саму квартиру заперта И попасть в нее смогли только правоохранители Журналистов не пускают Простите, проходите Спасибо Проходите Вы сюда не проходите Пропустите, пропустите девушку Проходите, пожалуйста Извините, девушка Вы сюда не пройдете Полиция, вы нас пустите или нет? Здесь имеют право находиться, это тамбур Это не общественное место Меня пригласила хозяйка квартиры в гости Хозяйка квартиры, это бывшая хозяйка квартиры Всего доброго, государственная девушка Незваные гости явились без решения суда о выселении Без предупреждения и без представителей исполнительной службы Что происходит за закрытой дверью, получилось выяснить только по телефону Расскажите, что у вас там происходит Представители, мы договорили милицию, что милиция спустит одного человека Они пофотографируют и выйдут в квартиру Зашел один представитель банка и зашел сотрудник милиции Он сделал фотографии квартиры на просьбу выйти из квартиры моей Он отказался, начал звонить каким-то своим ребятам и говорить, типа команда, что ему дальше делать И тогда он сказал, типа поднимайтесь, кому поднимайтесь, что поднимайтесь, неизвестно Милицию прошу его выставить, они не реагируют Ирина не отрицает, что брала валютный кредит в банке и в связи с резким скачком курса оказалась в долговой яме Ее квартира была в залоге Происходит такая ситуация Банки многие перепродают право требования У валютных заемщиков остается задолженность, которая в суде оспаривается И в момент, пока мы находимся в суде, очень многие банки продают право требования этой задолженности И появляется новый собственник Ирина далеко не первая, кто попал в подобную ситуацию Такие истории случаются сплошь и рядом с заемщиками Объединенные одной бедой, люди помогают друг другу, чем могут Наталья делится только благодаря напору со стороны общественного движения И получилось отстоять свое право на квартиру Прощение долга 50 на 50 мне предложили Естественно, никакой официальной бумаги мне не дали На моменте том, что я согласна выплатить половину стоимости за должности Банк ушел на совещание Год он совещался В течение месяца он переоформил мою квартиру через черного регистратора Глушенко Мы подали в суд, естественно С этого момента начались рейдерские захваты квартиры То есть банк приезжал, угрожал, замки срезал и тому подобное Действовать напором было решено и в квартире Ирины Уверенности в том, что с женщиной все нормально После суток нахождения с якобы новыми жильцами не было Представители собственников во всех кредитных историях одни и те же уверяют члены общественного движения валютный кредит Одесса Они нас всех в лицо знают и мы их всех уже в лицо знаем Я не знаю только последнего мужчину в синемайке, который подошел То есть для меня его лицо не знакомо Остальные все это автомайдан Одесса Может быть там кто-то еще, вот я не видела, не рассмотрела лица В квартире в это время находились представители полиции Вот только четкого плана действий в подобных ситуациях у правоохранителей нет Потому как решение о выселении или вселении может вынести только суд Процедура перерегистрации квартиры сейчас максимально упрощена Это и развязывает руки коллекторам В ипотечном договоре были прописаны такие как застережения про то, что возможно вырегулировать досудовый спир Что это означает? Они могут пойти до любого регистратора или нотариуса И за определенной процедурой переоформить право властности на себя или любую особу, которую они считают необходимой Новый селец принудительно, объясняет юрист, новые владельцы права не имеют В случае, как у Ирины, необходимо обращаться с виском в суд Даже если они переоформляют эту квартиру, они не имеют права прийти и просто выселить людей Они также должны сделать сообщение за 30 дней с заказным письмом Про то, что вы уже не есть властником квартиры, просим вас выселить и выписать, снять с регистрации Если люди не согласны, снова таки новый властник, банк или коллекторская компания Она должна возвращаться в суд и через суд выселить людей С помощью неравнодушных людей, которые тоже пережили подобную ситуацию и полиции, квартиру Ирины освободили Дальше в тонкостях кредитных проволочек и законности переоформления права собственности на квартиру будут разбираться правоохранители Екатерина Банкова, Татьяна Лесничок, Алексей Филиппов, Седьмой канал А вот согласно новому закону о возобновлении кредитования, коллекторам станет действовать еще проще Так считают эксперты, правда документ еще не подписан президентом Аргументы за и против новых правил кредитования собирала Кристина Немченко, ей слово Во втором чтении Верховная Рада приняла законопроект о возобновлении кредитования Документ поддержали 239 нардепов Даний законопроект спрямований саме на законодавчі урегулювання прогалини, які використовуються несумлінними борщниками Для уникнення виконання своїх зобовязань Головна мета законопроекту – захистити права кредитора від недобросовісного позичальника З метою виконання своїх зобовязань перед вкладниками Для добросовісних позичальників ризиків немає Адже, наприклад, ставка по кредитам може бути зменшена При наявності впевненості кредитної установи у поверненні позичальних нею коштів позичальникам Согласно законопроекту, отчуждення предмета іпотеки без согласия банка-кредитора буде невозможним У банков буде доступ к данным физлица только при його согласии В два раза сократили сроки вступления в наследство – с 12 до 6 месяцев Нацбанки считають, законопроект позволить економіки расти і позитивно повлияє на бізнес А заємщикам стане проще брати кредити Банкам упростить боротьбу з неплательщиками по займу Согласно закону, тепер поручитель должен выплатити сумму за заємщика, якщо той не гасить кредит Інколи в судах, і частіше за все в судах, є різне тлумачення тої чи іншої ситуації В одних судах одне, в других судах інше А зачасту суди вибирають, якщо є різне тлумачення, ту позицію, яка на їхню думку найбільше їм зручною чи підходить Ось ця вся ситуація заставила нас в комітеті профільному сісти і оці двозначності, нечіткості або прогалами в законодавстві постаратися ліквідувати Банки змогут повышать ставку в течении действия кредитного договора Заємщику дається 30 дні на то, щоб решити, буде він платити банку по новой ставці Или выплатити всю сумму сразу, на що дається 30 дні Банк имеет право в односторонньому порядку менять процентну ставку То есть у заємщика какое право, он либо должен согласиться с этим изменением, если он подписывает договор Либо, если он не согласен, он в течении 30 дней должен вернуть деньги Противники законопроекта считають, що в Верховной Раді стали на сторону банков, которым тепер станет проще забрать залогове імущество Сейчас же, благодаря тому закону, це все упростилось і достатньо буквально півчаса, щоб банк мог оформити на себе це імущество І тоді кредит це прекращає существувати Для банків це більший плюс, тому що вони можуть избавитися від проблеми з задовженості Але для самих заємщиків, коли це у нього єдинственне місто жительства І він не в зв'язі з тим, що він як-то уклоняється від оплату, але у человека реально нету можливості По мнению адвоката Виталия Поляничко, при вступлении закона в силу, мошенничество буде процветать ще більшою силою Коллекторам станет проще отбирати жилье у физлиц Процедура отнимання жилья стала гораздо проще Данным законом вони зажали максимально ту проблемну категорию кредитів І дають можливість коллекторам вести себе недобросовістно В прямому смыслі, викидувати людей з їх жилья, забирати його, оформляти, перепродавати Нам, як адвокатам, тепер буде гораздо сложніше, благодаря цьому закону, защищати заємщиків Економіст Владимир Максимович считає, що судебні тяжби з банками сократяться До сих пор дела в судах затягивались на долгі годи, начислялись пені і штрафи Этого більше не буде Банки до сих пор шли на явний обман і мошенничество Сегодня решення Верховного суда ограничит їх аппетити і вернє їх в правове русло А з другої сторони, защитит заємщиків От такого, що люди беруть 50 тисяч кредитів, а вернуть должны 500 На время рассмотрения дела в суде тоже прекращаются начисления процентов і штрафи Законопроект должен подписати президент, на це у нього є 2 недели Закон вступає в силу после того, як буде опублікован на сайте глави государства Кристина Немченко, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Евгений Очменцев Ітоги недели, 7 канал Ми продовжаємо, ви смотрите Ітоги недели, оставайтесь з нами, впереди ще багато інтересного Национальной полиції України, 3 года Не без ошибок, но с прогрессом В Одесі більше 6 тисяч правоохранителей Ежедневно стоять на страже вашей безопасности Що производят заключенні одеських колоній? Очень сложные, сложные судьбы, сложные характери Каждому надо иметь свой подход На Приморском бульваре прошло карнавальное шествие «Календурь» Мы берем все даты, которые происходили, связаны с одесской историей На Лонжероне прошла акция под названием «Одесса против дельфинариев» Зоозащитники и активисты различных общественных организаций выступают против использования дельфинов ради развлечения Подробнее далее в сюжете Возле одесского дельфинария собрались зоозащитники и активисты По словам участников акции, морских млекопитающих содержат в ненадлежащих условиях и без соответствующих документов Мы за то, чтобы диких, разумных животных не эксплуатировали в коммерческих целях Более того, это запрещено и Бернской конвенцией, и Краснокнижные это животные Поэтому на то, чтобы их эксплуатировать, на их содержание, нужны специальные разрешения министерства Я не хочу просто врать, но, насколько я знаю, министерство экологии по моим каналам никому не выдавало Я вышел, потому что я считаю, что недопустимо ловить достаточно умных и прекрасных животных Отлавливать их для того, чтобы содержать их в достаточно сомнительных условиях Администрация дельфинария отрицает плохое обращение с животными За благополучием дельфинов следят специалисты, отметил управляющий Мы сотрудничаем со всеми научными организациями, которые в Украине занимаются изучением дельфинов Поэтому, когда вы говорите что-то, это только одна часть информации, которая содержится в интернете, которую вы даете Вы даете не объективно Мнение прохожих также разделилось Я считаю ненормального слова Очень мало места дельфинам Им лучше в море Их бьют очень сильно, не кормят и очень жалко маленьких дельфинчиков Мне кажется, не так все страшно Понятно, что им лучше на свободе, но тогда надо и зоопарки закрыть и во всем мире причем Ну, я же не вижу, как их там особо кормят На представлениях их хорошо кормят, да Я знаю, у меня были знакомые тренера, они очень довольны, как бы, как относятся к дельфинам Нельзя, вы знаете, насколько их жалко Мы мучаем их, мы мучаем их Мы люди, знущаемся над животными, над рыбами Ну, нельзя так, просто нельзя Мы с нашими головами, мы, ну, все знищим Ну, так нельзя, так нельзя просто Недавно здесь рожался маленький дельфинчик Я думаю, если они рожают, значит, у них не такие плохие условия Зоозащитники также отметили, что направили обращение депутатам Верховной Рады А также заявление на проверку дельфинария в Департаменте экологии и рекреационных зон Александр Кац, Евгений Руденко, Седьмой канал Три года реформы, правоохранительная система Так, милиция стала полицией, упразднили и переименовали многие ее подразделения А самое главное, позволили украинцам самим принять участие в этом реформировании В патрульную полицию пошли тысячи людей, которые ранее не имели абсолютно ничего общего с этой сферой Наши корреспонденты узнали, поменялась ли за три года правоохранительная система Три года назад на ребят за моей спиной, а еще тысячи их коллег, украинцы возложили большие надежды Первое время с ними просто фотографировались на каждом углу, затем засыпали тоннами критики Тем не менее, по состоянию на начало этого года, штатная численность украинских полицейских составила более чем 116 тысяч человек Это девушка из их числа Вера пришла на службу в патрульную полицию еще при первом наборе в 2015 году Юрист по образованию, она говорит, не верила, что пройдет, но очень хотела принять участие в реформе Девушка не просто прошла отбор, сегодня она может похвастаться неплохими профессиональными результатами За три года из патрульной на линии она выросла до старшего инспектора, перешла работать в аппарат Первый день выхода на службу помнит до сих пор Это был первый день, когда в Одессе выехали на линию патрульной И тогда люди до нас относились, знаете, как что-то такое, как игры, как что-то такое интересное Хочется с нами поспілкуваться, потрогать, можно сказать И мы первый день просто ездили Выкликов, как помню, было не много, но было спілкувание с людьми Скорость принятия решений и умение реагировать на внештатные ситуации По мнению полицейской, одни из ключевых навыков в ее работе Неоднократно сталкивалась со случаями, которые не прописаны в должностных инструкциях Мы подожжем и понимаем, что слева от нас горит дом Мы понимаем, что это нужно вызвать пожарников Это не работа патрульной полиции, но мы реагируем на это Зуперяемся, спросим, что, как, что зателефоновали вы в пожарную Они говорят, мы не можем зателефоновать, они едут Ну, вот такие кипыш, хаос, все в шоке, но мы спокойно реагируем на это все Зуперяемся, помогли, нашли вымекатель, где вымкаться газ, чтобы, не дай бог, выбуха не было Эвакуировали людей, ну, подальше от их будильника Сегодня в рядах патрульных полицейских в Одесском регионе больше 900 человек Для полного комплекта штата нужно еще 200 В 2016 год, что касаемо Одессы, мы наблюдали то, что был всплеск увольнений людей Но, тем не менее, кто-то увольнялся, кто-то приходил То есть, 2016 год был пиковым В 2017 год уже пошло значительное снижение На сегодняшний день мы также фиксируем достаточно стабильную ситуацию То есть, есть и кучка кадров, но нет какого-то пика проблемного Если брать из тех людей, которые пришли три года назад, то процентов 75 и осталось За три года с начала реформы правоохранительной системы появилась туристическая полиция На массовых мероприятиях за порядком следят сотрудники полиции и коммуникации Правоохранителя можно встретить и на водных просторах В этом году создали новое подразделение Игорь Волокитенко – представитель хорошо известного подразделения В прошлом рядовой участковый последние два года он возглавляет ведомственный отдел В его подчинении около полутысячи сотрудников С момента создания национальной полиции изменения произошли и в его работе Сейчас мы предоставляем, согласно закону, предоставляем населению полицейские услуги То есть, мы более обеспокоены проблемами граждан, которые у них возникают в быту Для того, чтобы мы максимально их анализируем, для того, чтобы максимально помочь им разрешить эти вопросы Игорь говорит, сегодня проблемным вопросом является лишняя бумажная работа, которую приходится выполнять его коллегам Надеется, что в ближайшем будущем она решится с помощью нового технического оснащения Одним из шагов улучшения работы своего ведомства считается здание полицейских станций Сейчас по Одессе их три Отмечу, на одного участкового в среднем приходится до 7 тысяч граждан В среднем зарплата сотрудника составляет 10 тысяч гривен Это официальная зарплата, которую получает сотрудник, находящийся на должности старшего участкового офицера Если сотрудник находится просто на должности участкового, у него зарплата варьируется примерно на тысячу гривен меньше Сейчас мы вполне укомплектованное подразделение И имеем возможность выполнять полностью все функции, возложенные на нас Так как наш некомплект был максимально уменьшен до нескольких процентов Правоохранители не скрывают, проблема в их работе есть По большей мере они кадровые, касаются технического оснащения, дисциплины и воспитания личного состава Открыт вопрос и защиты самого полицейского Тут законодательство пока довольно несовершенно Тем не менее, с оглядкой на прошедшие три года герои нашего сюжета сходятся в том, что положительную динамику своей работы они все же видят и готовы нести службу дальше Они не понимали, кто мы, для чего мы Не доверяли, считали, что у нас нет опыта Сейчас, конечно, много граждан склонны больше доверять и обращаться к нам за помощью Я по себе заметила, что я стала впевненнейшим Работа в патрульной полиции на самом деле нелегка, специфична, но когда ты уже в нее втягиваешься, ты ее начинаешь любить Самая высокая награда для каждого офицера – это обеспечение этого порядка на территории города и надлежащая оценка со стороны населения вклада, который мы внесли в развитие общества и органов На сегодняшний день в Одесском регионе более шести тысяч полицейских Согласно официальным данным, кадровая нехватка составляет около восьми процентов По большей мере сотрудников недосчитываются в изоляторах временного содержания Это объясняют довольно сложной спецификой работы на этих объектах Анна Полякова, Алексей Филиппов, Алексей Селезнев, Седьмой канал У большинства сложные судьбы и непростые характеры Заключенные женской и мужской одесских колоний работают на производстве от литейного до швейного Чем отличается труд за колючей проволокой от работы на свободе, узнавал Александр Тарасенко Светлана Низина в женской колонии фактически старожил Здесь уже 10 лет Полгода назад ее назначили бригадиром Во втором цеху она с другими осужденными занимается пошивом штанов для Министерства обороны Изначально получаю края, разбираю их, запускаю То есть раздаю каждой швее и ее процесс Что идет на зарисовку, что идет на спецмашины Ну вот как-то так, и потихоньку собираются наши штанишки Светлана рассказывает, в бригаде 18 человек И в сложных жизненных ситуациях они поддерживают друг друга Благодаря работе женщины могут себе позволить небольшие покупки в местном магазине Ну все, те же сигареты, то же кофе, дезодоранты, ну как бы женские принадлежности Нам завозят в магазин колбаску, рыбу, ну все, все, что мы хотим Кватают, и не только побаловать, а еще и окупить все Всего в этом цеху 45 человек Недавно в колонию купили новое оборудование, что облегчило женщинам работу Елену Владимировну назначили начальником цеха около 10 лет назад Вот смотрите, я получается у них, как и психолог, не знаю, как еще можно меня назвать Ну мамкой называю, что можно сказать Очень сложные, сложные судьбы, сложные характеры, каждому надо иметь свой подход Психуют, орут, кричат, ну ничего, ну прислушиваются Производство ежегодно растет на 30%, зарплата по сравнению с 2015 выросла в 7 раз В принципе мы шьем весь ассортимент продукции, которые надо для нашей системы То есть макетеля шьем, брюки, рубашки, фуражки, шапки зимние, ну полностью И тем более мы были разработчиками всех этих изделий Тем не менее у директора есть опасения касательно дальнейшей судьбы и производства И самого исправительного учреждения Сейчас в колонии около 200 человек Сотрудники говорят, за последнее время количество осужденных уменьшилось вдвое Для нас, естественно, самый сейчас большой вопрос Что наши предприятия, ну и учреждения находятся под знаком вопроса То есть она планируется консервироваться А это уже 14-я колония Юрий работает в литейном цеху Многие навыки получил тут, хотя еще на свободе трудился в этой отрасли Нет, я работал на свободе Занимался тоже этим Ну и здесь как бы учимся мы всегда Потому что с каждым разом все новое, новое что-то Где-то, что-то там есть люди разные Этим процессом здесь у нас мало кто занимается Не сильно распространенная такая профессия И хоть часто бывает трудно, но свою работу любит, рассказывает Юрий Только в этом новом цеху он уже проработал три года До этого год старым Детали мы делаем в основном сельхозпродукция То есть плуги, культиваторы Ну, в принципе, все зависит от того, опять же, какие заказы поступают В принципе, люки делают, вот эти канализационные В основном сельхозпродукция Зарплаты заключенных этой колонии зависят от выработки Но составляют не меньше минимальной украинской зарплаты На 2018 год запланировали произвести продукции на 18 миллионов гривен Предприятие развивается несколькими направлениями Я не договорил Первое – это литейное производство Второе направление – это на балансе предприятия есть котельная Которая обслуживает теплом в зимние времена все учреждения области Это 74-я женская колония, 51-я колония, управление и 14-я колония Сергей рассказывает, сейчас на складе не так много продукции, ведь большую часть уже отгрузили согласно заказу Заключенные производят обувь и плитку из отходов мрамора Даже не имея никакого образования, его можно получить прямо тут В ПТУ при колонии, где учат 12 специальностям разного профиля Александр Тарасенко, Алексей Селезнев, 7 канал Ночной рейд по одесским улицам Активисты организации «Питбуль» провели акцию по выявлению пьяных водителей Все это на фоне принятия законопроекта об ужесточении санкций за вождение в нетрезвом виде Подробности смотрите далее На ночной рейд по Одессе собирается около 20 активистов Во главе с организатором «Питбуль» Алексеем Павловским Это впервые после двухмесячного перерыва А вот и первая подозрительная машина Toyota RAV4 выезжает из ночного заведения на французском бульваре Едем за ней Вскоре одному из пассажиров становится невыносимо сложно сидеть на месте И он на светофоре несколько раз несется в пляс Опять выходят танцевать Вот они выходят, вот вышел пассажир, справа танцует, точно пьяный, точно По дороге японец останавливается возле другого ночного заведения Но уже на Ришельевской Через какое-то время водитель вновь заводит мотор и продолжает движение Следующая остановка Екатерининская Там один из пассажиров по неизвестной причине подрался с другим нетрезвым парнем В итоге, упав, ударился головой о бордюр И, видимо, получил травму Вырубите камеру, брат Вырубите камеру Камеру вы... Ещё минут 20 и Toyota, опять скинув пассажира, продолжает движение Но недолго Возле памятника основателям Одессы их уже ждёт патрульная машина Недавно танцевавший молодой человек долго выпытывает причину остановки их автомобиля Водитель проходит тест Смотрите, норма 0,2, всё, что выше, человек в состоянии алкогольной аппетиты Синей, 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 синей О, достаточно По нулям Второй случай на проспекте Шевченко вблизи дворца спорта Там патрульные остановили двоих агрессивных мужчин на Порше Каен с приднестровскими номерными знаками Они отказываются пройти тест на месте Да и от предложения проехать на экспертизу не в восторге Еще один объект внимания из того же клуба на французском бульваре и тоже на РАВ-4 Активисты задерживают его в переулке Дунаева Проходить тест на месте мужчина не соглашается Проехав на экспертизу вызывает юриста и отказывается Как от комментариев, так и от сдачи анализов Глава Питбуля считает, нужно найти правильные алгоритмы и предлагает вести пункт Пункты трезвости Так пьяный водитель будет понимать, что его могут в любой момент остановить Это должно иметь эффект при ужесточении ответственности при нарушении ПДД За такой законопроект уже проголосовали депутаты Верховной Рады Этот законопроект с собой предусматривает такие чекпоинты, как мы их между собой называем Это места, где будут стоять сотрудники патрульной полиции, общественность и СМИ И сотрудники полиции смогут выборочно останавливать автомобиль и проверять человека на состоянии алкогольного опьянения Всего за ночной рейд активисты вместе с патрульными выявили около 10 нарушителей Александр Тарасенко, Алексей Селезнев, Седьмой канал Мишка и Пончик, Остап Бендер, Три Пушкина и не только На Приморском бульваре прошло уже третье карнавальное шествие «Календурь» Таким образом организаторы хотят рассказать одессейтам историю города через известных персонажей Мы берем все даты, которые происходили, связаны с одесской историей Не важно в каком году, 120, 150 или 28 лет назад Но это или рождение знаменитых одесситов, или какое-то знаковое событие для города И уже в контексте последней недели мы рассказываем, что было в городе 128 лет назад в этот день Ну вот такой человек, который любит солнце, воздух, море И где-то там не то, чтобы облапошить, обдурить людей А где-то вот красиво так Непонятно, что сделать, но чтобы там не убить, не ограбить, не что-то там А вот так вот, что-то вот Это вся информация, которую подготовили наши корреспонденты Мы продолжаем следить за всеми событиями в Одессе и области Это наш город и ваш седьмой канал Оставайтесь с нами, непременно увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова